Друзья мои, всем привет! В Москве отличная погода, настоящая русская метель. Пробки обещают до 9 баллов, и мне кажется, когда, как не сегодня, нужно идти гулять по Москве в невлагозащищенных Apple Vision Pro. И тут я сразу уточню информацию о прогулках в Vision Pro. У очков есть два режима. Первый стандартный. В нем очки привязывают окна к окружению вокруг вас. В таком режиме вы можете ходить мимо окон, или можете взять окно и идти вместе с ним. Так можно включить YouTube или какой-нибудь фильм, взять экран и гулять с ним. Но есть второй режим. Это travel mode. Он активируется, когда вы находитесь в движущемся объекте. Машине, поезде или самолете. Когда транспорт двигается, вы можете продолжать пользоваться всеми окнами. Но с включенным travel mode нельзя гулять. Перед вами всегда будет сообщение с просьбой остановиться, чтобы очки могли опять начать ваше отслеживание. В общем, я отправился на Патрики. Место, где квадратный метр стоит дороже, чем Vision Pro. И место, где они вызвали действительно неподдельный интерес. Наверное, потому что местные жители могут себе их позволить. В общем, когда вы надеваете Vision Pro на улице, вы можете использовать весь функционал, только когда стоите на месте. Можно, конечно, вот так щипком взять экран и идти. Но так вы, как понимаете, выглядите не очень и это не очень удобно. Хотя так и действительно можно смотреть фильм или слушать YouTube. Тут вообще нет влагозащиты и гулять с Vision Pro, конечно, опасно для самой гарнитуры. Попадание влаги может привести к непоправимым последствиям. Чинить вам придется их в Apple Store только в США. Даже в Европе их не примут, потому что там продажи еще не начались. Поэтому сегодня я сильно рискую. И честно скажу, они с гордостью выдержали двухчасовую прогулку в сильнейшую метель по улицам Москвы. Главный момент, тут нет влагозащиты. Как iPhone, гарнитуру нельзя погружать в воду. И, как показывает практика, она достойно выдерживает нахождение под дождем или под сильным снегопадом. Но повторять это точно не следует. Потому что если с гарнитурой что-то случится, а в теории случится это что-то может, то гарнитуру смогут принять на ремонт только в Apple Store на территории Соединенных Штатов. На сегодняшний день продажи не начались даже на территории ЕС. Поэтому у вас не примут гарнитуру на ремонт, вам в нем откажут и скажут, ну, отправляйтесь туда, где гарнитура продается, там, где вы ее приобрели. Поэтому повторять этот эксперимент не нужно. Нужно только понимать, что итог у этого эксперимента очень благополучный. Два часа под сильнейшим снегопадом и гарнитура никак не заглючила, чему я безумно рад. Доступ к интернету, как я уже ранее говорил, тут только через Wi-Fi, но его можно раздать с вашего Wi-Fi. Гулять в очках, на мой взгляд, абсолютно безопасно. Да, технически вы видите изображение, которое вам передают камеры, которые расположены на передней части гарнитуры. И здесь действительно есть задержка, но технически она настолько мала, что ее можно сравнить с задержкой, которая есть даже у вашего зрения. Технически это действительно так. У вашего зрения есть задержка. И она никак не влияет на нашу жизнь. И более того, в Vision Pro люди не только спокойно гуляют, и пока, слава богу, ни с кем ничего не случилось, более того, можно играть в пинг-понг и даже выиграть, если вы хорошо играете. Здесь гарнитура отлично себя проявила даже в сильный снегопад. У нее есть олеофобное покрытие на передней панели, и камеры защищены все-таки еще одним слоем стекла. Когда какие-то капли влаги попадают на экран, они просто стекают, и камерам и датчикам это совершенно не мешает. Более того, не происходило запотевания, чего я, честно говоря, очень сильно ждал. Все-таки гарнитура работает, производит большие вычислительные процессы. Глаза мои все-таки закрыты, там могло как-то образоваться какое-то более теплое такое пространство, но этого не произошло, запотевания никакого, и это максимально круто. Во время еды меня, наверное, как и вас, всегда бесило, что руки жирные, и неприятно трогать экран. Теперь можно есть бургер, картошечку, и не волноваться, что вы испачкаете ваш гаджет. Можете открывать вокруг вас сразу много экранов, можно перемещать их как удобно, и продолжать есть и смотреть любимый контент. Ну или если ваш собеседник вам наскучил, просто взяли вот так, закрыли его ютубом, и все. Подошел официант, оттянули экран в сторону, пообщались, продолжайте смотреть контент. Тут нужно сказать, что динамики у Vision очень хорошие, на максимальной громкости. Я не слышал официанта, при этом спрашивал у ребят за соседним столиком, они сказали, они не слышали моего контента на максимальной громкости. В броне Новикова все-таки достаточно тесно, и знаете, все близенько сидят. Но там играла фоновая музыка, и по факту я смотрел контент на максимальной громкости, и рядом сидящие люди меня никак не слышали, и я им не мешал, что не может не радовать. В общем, можете погрузиться в VR, и тогда вообще будете ужинать, казалось бы, где-то на берегу или в красивой атмосфере, но на самом деле не все так просто, потому что VR окружает только вас, и по большому счету вы не будете видеть вашу тарелку, вы не будете видеть приборы, есть Vision во время погружения в VR-пространство просто нереально. В конечном итоге вы можете окружить себя окнами, продолжать работать, либо развлекаться во время еды. Мне кажется, это прикольно. Если к вам не пришел кто-нибудь на свидание, пожалуйста, вы не будете скучать, и это будет очень приятно. От Патриков до Гума мы, к слову, дошли пешком, и за это время Vision себя также проявил очень хорошо. Не было никаких запотеваний, на экране не скапливался снег, он не вырубился от того, что к нему попадали снежинки. В общем, все нормально. И здесь, кстати, в магазинах вы можете потрогать теперь интересующую вас технику и спросить совета консультанта. Но в это же время вы можете зайти в интернет и заказать интересующий вас гаджет по более интересной цене в лучшем дружелюбном магазине BigGeek. Ну а что, по большому счету, мне кажется, что со временем привычные нам консультанты уйдут в прошлое. Потому что, а зачем? Пока вы идете по магазину, вы можете уже посмотреть обзор на этот гаджет, почитать о нем отзывы и заказать по приемлемой для вас цене. Расположение экрана в пространстве настолько удобно, что реально маленького броска зрения хватит на то, чтобы переместить экран с другого конца магазина к вам. И это безумно приятно. По большому счету, я раскидал по магазину несколько экранов и просто ходил. Здесь у меня был ютубчик, там обзоры, а здесь вот отзывы. Можно какие-то сравнения даже устраивать. Это прям максимально круто. Ну и интересно для творческих людей. Допустим, вам пришла какая-то идея, жена вас позвала на шоппинг. Вы здесь же открываете, ну допустим, диджейский пульт и начинаете миксовать треки, о которых вы подумали. То есть для творческих людей на самом деле это просто какой-то разрыв всего, потому что в любой момент можете чем-то заняться. Ну и для мужей, которые скучают во время шоппинга своих жен. Вы просто запустили игру, смотрите новости, смотрите футбольный матч, не отрываясь от каких-то рутинных задач. X-Vision на одном заряде провел сегодня 3 часа с небольшим. Все это время велась запись экрана, трансляция всего, что я вижу на iPhone. Я был подключен к Wi-Fi, смотрел YouTube, запускал приложение. Несмотря на то, что на улице было минус 7, Vision от одного заряда аккумулятора проработал более 3 часов. И я его не разрядил в ноль. Я выключил его, когда на гарнитуре было 5%. В общем, гулять с Vision действительно интересно. Интересно, когда вы поехали куда-нибудь на шопинг, допустим, вы не хотели туда ехать, можете увлечь себя интересным контентом. Или, допустим, вы где-нибудь в пробке стоите, на пассажирском сидении, конечно, сидите и можете смотреть какой-то интересующий вас контент. Это отличный гаджет, когда вы один. Конечно, в компании его использовать, ну, такое себе. Но в конечном итоге, для творческих людей, для тех, кто знает, для чего им это нужно, это действительно круто. Для чего это нужно? Это главный вопрос, который мне задают все уже несколько дней последних. На самом деле, я пришел к такому классному ответу. Если вы знаете, зачем вам MacBook, то вы быстро найдете применение Vision. Но, конечно, не сегодня. Сегодня это просто первая такая бета-версия. Работает там клавиатура только на английском. Ну, что... Видео смонтировать, пожалуйста, сможете. К слову, это видео я буду монтировать исключительно на Vision. Потом напишу свои впечатления. Поэтому будущее, как бы, оно начинается. И это такая проба. Ни в коем мере не говорю беги и заказывай. Нет. Тут надо будет подождать еще несколько лет. Но, в принципе, будущее, которое нас ждет, мне максимально нравится. Спасибо, что прогулялся со мной в Apple Vision Pro. Ставь лайк, подписывайся на канал, заходи в телеграм-канал Романцев 7.6.8. У нас много интересного и там разыгрываем очень много классной техники. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok